Особое мнение на 101FM Ольга, здравствуйте. Вы один из самых активных депутатов, защищающий интересы народа, юрист партии, просто очень красивая женщина. Ваша формула успеха – это спортзал, любовь. Как вам удается всегда выглядеть такой яркой? Ну, это такой вопрос-комплимент. Очень приятно, спасибо. Какой-то определенной формулы успеха нет. Наверное, это любимая работа и близкие люди, которые меня окружают, мои друзья, мои соратники, коллеги. Я чувствую поддержку, особенно от людей, от граждан. Чувствую благодарность, и поэтому я пытаюсь соответствовать их представлениям. Спасибо большое. Ну, вот такая формула залога успеха. Давайте перейдем тогда к темам прошлой недели. 26 сентября состоялась первая в осеннюю сессию заседания ЗАГС Собрания. Ну, многие, наверное, ожидали такого некого демарша оппозиции, но первое заседание показало, что депутаты, видимо, в себе нашли силы продолжить работать. Но вот вопрос. Если депутатский корпус внутри раздирают вот такие склоки, такие дрязги, и то, что мы сейчас видим хорошо на примере фракции КПРФ, например, может ли в такой ситуации вообще депутаты и ЗАГС Собрания вообще работать эффективно? Или это может быть такой кнут, который позволит, наоборот, еще активнее, еще как-то, может быть, даже злее защищать интересы граждан? Вы знаете, я уважаю мнение каждого депутата, уважаю их позицию, однако у меня есть свое мнение, и я его придерживаюсь. Я не ожидала какого-либо демарша, и всегда помню, зачем я пришла в ЗАГС Собрания, чьи интересы я представляю и перед кем несу ответственность. Поэтому для меня первоочередное – это права граждан и их интересы. Я боюсь подвести их доверие, которое мне было оказано в 2016 году. Кстати, на тот момент уже эта ситуация существовала, когда у нас произошли выборы. Поэтому, если уж говорить об этом, то нужно было с самого начала. Если это касается каких-то процедурных моментов, которые непосредственно влияют на принятие законопроектов, тогда мы, соответственно, выходим с требованием устранения нарушений, либо еще с чем-то. Но когда это касается какого-то личного отношения, допустим, к председателю законодательного собрания, здесь я не поддерживаю своих коллег. Ну, а вы считаете, вот та ситуация, которая сложилась, она нормальна или нет? Да, конечно, это в какой-то мере дестабилизирует работу. В том числе она отражается негативно на правах наших граждан. Вот в том числе, когда, допустим, на последнем пленарном заседании, наверное, вы знаете, я выходила законопроектом по поводу устранения нарушений прав детей и сирот. Мой законопроект не нашел должной поддержки, в том числе в связи с отсутствием определенного количества депутатов. Наверное, вот таким образом это негативно сказывается. То есть, если бы депутаты были, вероятно, что законопроект был бы поддержан? Было бы, конечно, вероятно, но больше шансов, естественно. То есть, кто-то в поддержку каким-то образом. Ну, я ожидала поддержки от коллег. Скажите мне, пожалуйста, вот обсуждается ли как-то, не знаю, в стенах ЗАГС-собрания, кулуарно среди депутатов вообще инициатива, может быть, внесения поправок в закон Кировской области? Вообще об отзыве депутатами спикера ЗАГС-собрания в связи, ну, например, с утратой доверия. Потому что на сегодняшний день я понимаю, что такой процедуры нет. Там есть причина только личного характера, когда спикер может покинуть свой пост. Там болезни, личное желание, и, по-моему, там уголовное дело. Да, уголовное дело. Я как раз хотела сказать об этом. То есть, я считаю, что процедура у нас существует в настоящее время. То есть, это непосредственно установление факта. Это когда есть вступивший в законную силу приговора? Конечно. Мы все живем в правом поле. У нас недопустимо самосуд. В настоящее время у нас нет какого-либо решения суда, которым мы могли бы руководствоваться и объявить, в том числе, недоверие. Если уж на то пошло, то недоверие, наверное, нужно было, механизм недоверия прорабатывать в тот момент, когда, ну, как вы знаете, антинародный был принят закон, и многие избиратели, тысячи избирателей обращались с вопросом о том, чтобы отозвать тех депутатов, за кого они ранее отдали голос в связи с тем, что у них было утрачено доверие. А что за антинародный закон? Пенсионная реформа. Пенсионная реформа. Все, понятно. Давайте дальше к законопроектам перейдем, и в первую очередь к поправкам в бюджет 2019 года. Первое, о чем я хочу спросить, из тех поправок, которые министр финансов предлагала, были ли те, которые, ну, принципиально вы не поддержали? Ну, начнем с того, что эти поправки 2019 года больше касались приведения в соответствии. То есть мы по этому закону практически год уже прожили. Какие-то изменения, в том числе, по поступлению в бюджет произошли, и в соответствии с этими... Там, да, увеличили доходы, увеличили расходы. В связи с этим необходимо было внести соответствующие изменения как в доходную часть, так и в расходную часть. Единственное, что, конечно, несогласная была в какой-то мере, и то не полностью, была такая формулировка увеличения расходов на содержание органов государственной власти. Причем там она состояла из двух частей. Если первая часть меня удовлетворяла, то есть повышение уровня заработной платы. Это вот та инициатива о повышении муниципальным служащим? Да, да, да. Полностью меня устраивала. Это вторая формулировка, вторая часть, которая звучала так. В связи с изменением порядка формирования фонда оплаты труда меня абсолютно не удовлетворило. Ну, как порядок формирования фонда оплаты труда может влиять на увеличение? Тем более, что есть острая необходимость увеличения в пользу других статей расходов. Это острая причем необходимость. Вы этот вопрос задали? Мы задали в рамках аэропорта «Победила». Аэропорт «Победила». Мы ежегодно, из года в год выделяем финансирование. Непонятно, на что идут эти денежные средства. Но, как я предполагаю, это результат неэффективного управления данной организации. Нам говорят о том, что это развитие, но сомневаюсь, что это развитие. Скорее всего, это погашение каких-то кредитных обязательств. Поэтому я считаю, что эти расходы необоснованы. Или, по крайней мере, не настолько контролируемы, может быть. Может быть, даже не знаю, как сформулировать. Смотрите, давайте про «Победила». Вот смотрите, 30 миллионов выделили на ЗАГС-собрание на первом заседании. Всего планируется 90 миллионов выделить. Я так понимаю, что вы пригласили, поскольку вы не понимаете, куда эти деньги идут. Да, в настоящее время мы не видим. Вот смотрите, просто каждый год приходит по несколько раз в год иногда министр финансов и говорит, дайте денег на «Победилова». Туда, как в бездонную яму, там десятки миллионов рублей уходят. Неужели депутаты до сих пор, вот уже, я не знаю, сколько лет, неужели ни разу не видели отчета, куда и на что идут эти деньги? Я видела отчет контрольно-счетной палаты. Тут тоже масса вопросов. В том числе они тоже ответили неэффективную работу управленческую. Ну а что тогда делать? В настоящее время нам тоже этот вопрос был очень интересен. Поэтому в рамках работы комитета у нас был поднят этот вопрос. И мы инициировали включение данного вопроса в повестку контрольной деятельности законодательного собрания. Надеюсь, что в ближайшее время мы заслушаем как раз представителей данной организации, чтобы они нам предоставили отчеты и пояснения по эффективности расходования данных денежных средств. То есть вы что, пригласили, получается, представителей аэропорта? Да, да. Чтобы они выступили с отчетом? Для того, чтобы они отчитались о своей деятельности. А такой процедуры вообще не было заведено? То есть нет такого, что руководитель аэропорта приходит и ежегодно отчитывается за те деньги областного бюджета, которые депутаты выделили? К сожалению, нет. В прошлом году у нас не отчитывался аэропорт. Вот в этом году мы сами внесли это в повестку. Ольга Валерьевна, я предлагаю прерваться ненадолго. Потом вернемся, продолжим тоже рассматривать законопроект. И это, напоминаю, особое мнение депутата законодательного собрания Ольги Сыкчиной. Возвращаемся в студию. Это по-прежнему программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает депутат законодательного собрания Ольга Сыкчина. Мы продолжаем обсуждать бюджет, продолжаем обсуждать пленарное заседание, которое прошло на прошлой неделе, 26 сентября. И я предлагаю обсудить законопроект, за который депутаты единогласно проголосовали. Теперь это уже закон. И он позволил некоторым муниципальным чиновникам не предоставлять ежегодные декларации о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей. Формулировка, которая была в обосновании, звучит так. Значит, что чиновник может не предоставлять декларацию по объективным причинам. Меня интересует, что это за объективные причины, которые позволяют чиновникам доходы не открывать. Ну, давайте начнем с того, что не самому чиновнику. То есть сам чиновник обязан предоставить декларацию о своих доходах. Но зачастую мы знаем, что супруги, иногда даже дети, имеют недвижимое имущество куда больше, чем сам чиновник. Такие случаи, по крайней мере, есть. Ну, давайте тогда еще более погрузимся в этот вопрос. В данном случае это касается муниципальных чиновников. Это не касается депутатов законодательной собрания, это не касается депутатов Государственной Думы. То есть здесь у нас остается все так, как есть. Требования у нас установлены. И если рассказать вкратце историю, то у нас депутаты, допустим, законодательного собрания, если забыли, мало ли, и не будет установлено в данном случае их умысел, забыли что-то указать, то ему, так скажем, это будет в виде претензий, в виде разбирательства, в виде еще что-то. Но не последует того, что он лишится мандата. Что касается муниципальных у нас депутатов, то в случае, если они просто совершили ошибку, допустим, в декларации, то это будет прямым основанием для лишения депутатского мандата. То есть у них более жесткие требования. Бывают зачастую случаи, когда, допустим, депутат, ну, по каким-то причинам, допустим, со своей супругой, ну, как мы знаем, да, бывают, ну, больше это касается мужчин, наверное, развелись, совместно они проживают, совместно они проживают дети. В данном случае супруга может пойти на конфликт и препятствовать возможности получения информации как раз о имуществе ребенка, то есть что-то может быть оформлено, что-то может быть какие-то счета или еще что-то открыто. Поэтому в данном случае законодатели предусмотрели такую возможность, как раз в виде объективных причин, когда данный депутат может не предоставлять декларацию на детей, либо вот супругу в данном случае. Ну, речь идет не о депутатах, а муниципальных чиновников. Это как раз и есть депутаты. То есть они приравные? Да, у нас, ну, в том числе. То есть, ну, в законе просто этого не было прописано. Я так понимаю, что вам это на словах было как-то оговорено, да, автором законопроекта? Это и подразумевается, прошу прощения, законом. Смотрите, хорошо, что вы объяснили, потому что вот когда я читала эту новость и читала комментарии к этой новости, очень многие люди, которые ее, собственно говоря, увидели, восприняли, конечно, негативно. Почему негативно? Потому что многие, ну, понимают, что это очередная такая история, когда власть опять решила отгородиться, опять какой-то небольшой круг лиц, они, значит, закрывают свои доходы, скрывают. Вот. И это вопрос такой о доверии к власти. Вот я хочу привести в пример данные исследования американской консалтинговой компании, которую у себя в Телеграм-канале опубликовал журналист Дмитрий Колизев. Данные эти говорят о том, что уровень доверия россиян к институтам власти, начиная от НКО и заканчивая там какими-то крупными государственными структурами, очень серьезно снижается. Вот. Причем снижается он существенно. И, ну, я думаю, что Кировская область, наверное, там в общем федеральном тренде в этой истории идет. И если мы с вами там отмотаем, не знаю, на три года назад, вспомним 16-й год, когда полпредпрезидента в ПФО, тогда еще Михаил Бабич, представлял Игоря Васильева в качестве исполняющего обязанности главы региона, он говорил о том, что основная задача губернатора на этом посту как раз-таки вернуть доверие населения к власти. Понятно, что говорил он это, основываясь там на известных событиях, которые произошли с Никитой Белых. Так вот, глядя на то, что происходит сегодня в регионе, и в том числе вот этот закон, который был принят на прошлой неделе, мне кажется, что все происходит совсем, ну, вообще в другую сторону все идет. Вот почему у нас власть так как-то относится к этому, к доверию, почему так не бережет, не пытается сохранить свое лицо, вся эта история? Как раз, опять-таки, вернемся, что это муниципальных касается должностей. И в данном случае, вот смотрите, в том числе этот закон направлен на то, чтобы снять определенную нагрузку. Когда это муниципалитет маленький, все друг друга знают, люди определенным людям доверяют, и действительно выборы, в том числе выборы, да, проходят за конкретного человека. В настоящее время у нас сложилась ситуация, что у нас не идут, вот в том числе в связи с тем, что необходимо сдавать определенные декларации, не идут люди на данные должности. Это сложности, да. Вот, кстати, да, если это, например, в районах. То есть это определенное снижение нагрузки для того, чтобы люди шли работать. Там нет каких-то таких коррупционных особо-то схем в каком-то там муниципальном образовании, допустим, в сельском поселении, ты не выстроишь. При всем при этом ты можешь забыть что-то указать, и тебе еще, ты потом в конце концов попадешь под ответственность. Поэтому... А касается ли этот закон, ну, например, муниципальных чиновников города Кирова? Да, к сожалению, да. Потому что вы говорите, что маленький населенный пункт, а вот как раз в городе... Я как позитивный человек всегда ищу во всем... То есть вот что касается населенных пунктов, да, муниципальных образований наших районов, это меня полностью удовлетворяет. Что же касается чиновников города Кирова, да, это когда у нас областной центр, здесь, конечно, насторожено. Но при всем при этом мы ведь знаем о том, что процедура будет определена, то есть те как раз, ту формулировку, которая прописана, объективная причина, и их будут рассматривать, и это будет комиссия. Это будет комиссия из кого? Ну, в конце концов, это определяет губернатор, но комиссия, я так понимаю, что она будет формироваться каким-то образом. То есть сейчас мы подзаконим, да. То есть может быть там будут чиновники, например, может быть депутаты, какие-то представители правоохранительных органов, прокуратуры. Понятно, давайте пойдем дальше. Дальше на прошлой неделе на заседании Кировской городской думы, вот опять-таки мы про муниципальных чиновников, произошел такой некий скандал между депутатами главой администрации. Суть его в том, что городские чиновники не успели провести, ну, не успели все конкурсные процедуры соблюсти при проведении торгов по проекту «Комфортная городская среда». В результате мимо городского бюджета прошли 36 миллионов рублей федеральных денег. Более того, кроме того, что город потерял эти 36 миллионов, он еще и из городского бюджета заплатил штраф, эквивалентный там 10% суммы от потерянных денег, там в размере 3,6 миллиона рублей. Итого почти 40 миллионов. На следующий день на заседании ЗАГС Собрания ваш коллега Владимир Костин эту историю упомянул и сказал о том, что надо бы ввести для глав муниципальных образований персональную ответственность за расходование денежных средств. Вот насколько это предложение, как вы считаете, имеет право на жизнь, или это было просто такое пожелание там чиновникам правительства? Это не пожелание. И более того, я скажу, это был не единственный случай, когда мы выходили с подобным предложением, потому что у нас, к сожалению, это не единственный случай неэффективной работы с денежными средствами. То есть одно дело, когда чиновнику не обеспечена возможность реализации каких-то полномочий, и к нему применяют ответственность, а другое дело, когда тебе предоставлены денежные средства. Прямой пример тому у нас Министерство строительства, если на областном уровне, когда у нас предоставлены денежные средства федерального бюджета на реализацию программы переселения граждан из ветхого аварийного жилья, но данная программа в связи с неэффективными принятыми решениями фактически провалена. У нас срок заканчивается, причем он должен был закончиться 31 декабря 2018 года. Нам пошли на уступки, эту программу продлили. Сейчас она у нас до, сначала, по-моему, до сентября, если я не ошибаюсь, сейчас до 31 октября 2019 года. Но объезжая районные видеообъекты, в каком они состоянии, мы знаем, что эта программа будет провалена. И бюджет понесет опять в лучшем случае, потому что мы когда спрашиваем, какие штрафные санкции нас ожидают, все опускают глаза. Но мы прекрасно понимаем о том, что помимо того, что нам придется вернуть федеральные средства, мы еще и, скорее всего, попадем на штрафные опять-таки санкции. И это все в конечном результате ложится на плечи наших граждан. Ну, естественно, да, налогоплательщиков. Почему за ошибки руководства должны расплачиваться граждане? Почему? Для меня это всегда был вопрос, я всегда его ставила. В том числе, если брать еще шире, допустим, когда у нас была установлена неэффективная работа, ошибки предыдущего руководства, и, как мы все знаем, огромная дыра в бюджете Кировской области. Почему за эту дыру мы в результате заключаем соглашение с Минфином Российской Федерации, в том числе на условиях моратория социальной гарантии для жителей Кировской области. Почему жители Кировской области должны рассчитываться за ошибки определенных лиц? Ну, а как этого избежать? Необходимо вводить. Я считаю, что обязательно персональную ответственность, которая помимо того, что должна, так скажем, требовать возмещения тех убытков, которые причинены. Это должен чиновник из своего личного кармана, получается? Естественно. Это должно быть прописано? Это должно быть, помимо того, что возмещение всех вот этих убытков, это должно быть еще и запрет на замещение каких-либо должностей, связанных с расходованием, ну, вообще с бюджетными средствами работы. Это должно быть прописано в региональном законодательстве, или это все-таки история федеральная? Это федеральная, я считаю, история. То есть нужно выходить законопроектом в федеральное законодательство. Вы как-то планируете это оформлять? Или вот там сказали и забыли? Нет, мы это не забыли. У нас очень много идей, очень мало, к сожалению, времени. Хочется все реализовать, но всегда почему-то появляются. Ну, не почему-то, а потому что мы знаем, очень напряженно у нас, очень сложный бюджет, и мы пытаемся ответить на запросы наших избирателей. И те первоочередные задачи, которые вот остро-остро прямо висят, вот как, допустим, в настоящее время, когда мы видим, что у нас сироты живут на средства, которые составляют объем ниже прожиточного минимума, то, наверное, это первоочередное, чем ввести ответственность. Хотя тут, может быть, это все взаимосвязано. Ну, а вы считаете, что эта мера будет эффективной? Считаю, что да. Сейчас никакая ответственность не предусмотрена для чиновников? Сейчас предусмотрена ответственность, но она настолько незначительна, что они даже... Не переживают по этому поводу. Да. Мы это видим на лицо. Понятно. Давайте еще одну новость обсудим. Тоже она связана с бюджетом. На сайте областного правительства появилась новость. Она гласит о том, что Кировская область поднялась на 22 позиции в рейтинге эффективной налоговой политики. Наш регион теперь занимает 16-ю по стране строчку. Игорь Васильев, губернатор, комментируя этот рейтинг, сказал, что налоговые доходы выросли в 2018 году на 8% и составили порядка 3 миллиардов рублей. Но вот я так понимаю, что город у нас идет в этом же тренде. И там, ну, последний пример как раз. Администрация вышла с инициативой отменить льготы по налогу на имущество для ипотечников и для инвалидов третьей группы. При этом, опять-таки, возвращаясь к законодательному собранию, ЗАГС-собрание принимает решение, что давайте мы введем нулевую налоговую ставку по налогу на имущество организации для производителей овощей, алкогольной продукции, муки, зерновых культур. Вот вопрос в чем? Почему так возникает? Я понимаю, что бюджеты разные. Но, тем не менее, почему здесь у одних давайте у ипотечников заберем, потому что бюджету нужны деньги, а вот этим давайте там производителям алкогольной продукции добавим? Почему такой диссонанс происходит? Почему диссонанс? Наверное, я вам не отвечу, я только отвечу свою позицию. Я ее обозначала из года в год, когда мы заслушивали и губернатора, и Министерство финансов заслушивали. Я всегда обращала внимание на вот эти как раз налоговые преференции, которые я считаю неэффективны. Более того, я считаю, что они несправедливы. Почему? Потому что сразу же сначала давайте еще. То, о чем заявил у нас губернатор, меня вообще удивляет. Как я вижу по факту, как ко мне обращаются, у нас идет массовая миграция, либо закрытие организаций. У нас, допустим, в прошлом году, по-моему, порядка полтора или тысяча восемьсот организаций ушли. То есть за счет чего, ну, как-то непонятно. Что касается преференций, что касается... Ну, может, сразу же это жестко касается... Ну, насколько жестко. То есть одни спокойно же получают субсидии и налоговые преференции, другие, вот в данном случае, я тоже на это обращала внимание, у нас мелкий бизнес и средний бизнес находятся не в равных условиях. То есть их просто задушили. Вот эта история касается крупного бизнеса. Да, это, конечно, касается крупного бизнеса. Причем, когда в данный момент вышли с поправками, мы обсуждали это на комитете по бюджету, и я говорила о том, что насколько это для нашего бюджета необходимо, задавала вопросы. Что вам ответили? Ну, во-первых, я до этого сделала запросы. Да, действительно, возможно, что в рамках всего бюджета это не настолько большие потери, в том числе вот Константин Маркович сказал, что не настолько мы, так скажем, много получаем с этой нулевой ставки, но тем не менее. Допустим, за 2018 год это 50 миллионов. Когда я вышла с законопроектом по сиротам, да, там требуется немного больше, но это большая часть, которая бы покрыла бы как раз эти расходы. И я вижу, сколько у нас тратится. У меня есть, допустим, ответы на запросы по расходованию денежных средств на сирот у нас. На сироту расходов 75-80 тысяч рублей в год. Это 200 рублей в день. У меня большой вопрос к правоохранительным органам, большой вопрос к прокуратуре Кировской области. На что эти деньги? Вы проверяете? Это менее прожиточное минимума. 200 рублей в день. Это на одежду, на еду, на обучение, на коммунальные услуги. Как? Как? Расскажите мне, как это? Ольга Валерьевна, я вас на этой ноте прерву. У нас реклама, и мы вернемся после рекламы. Продолжаем программу «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат законодательного собрания Ольга Сыпчина. Мы до перерыва начали обсуждать закон, который был принят 26 сентября на первом в осеннюю сессию пленарного заседания ЗАГС Собрания, который вводит нулевую налоговую ставку по налогу на имущество организации для крупных сельхозпроизводителей, производящих овощи, зерновые, алкогольную продукцию. Ольга Валерьевна, есть ли у вас данные, сколько бюджет областной за счет этого не досчитается, скольких средств не досчитается после введения вот этого закона? Определенных данных нет сейчас. Сложно это прогнозировать, потому что те предприятия, которые добавились, мы не знаем, насколько они будут пользоваться данной преференцией. Поэтому, судя по предыдущим периодам, я уже отмечала, то есть те получатели преференции, которые были до этого в законе, недополучение доходной части бюджета составляло 50 миллионов рублей. Соответственно, если мы дополняем перечень получателей, а там значительное количество их увеличивается, так скажем. Перечня не была представлена? Вы пока не понимаете, что это за организация? Конкретно нет. Конкретно нет. Но я так предполагаю, что не менее чем в два раза это увеличится. И поэтому, судя по высказыванию представителей данной организации, считая, раз они считают, что это незначительная сумма, мое мнение и мое предложение, раз для них несущественно, предлагаем отказаться в пользу тех, кому это необходимо, для кого эти средства действительно существенны и необходимы. Ну, будем надеяться, что ваши коллеги это предложение поддержат. Я предлагаю подумать, почему такая политика вообще регионального Минфина идет в разрез с политикой Минфина федерального. Потому что я нашла новость августовскую, что федеральный Минфин планирует к 2021 году на треть сократить налоговые льготы в регионах. Почему? Потому что провел, значит, видимо, проанализировал данные и посчитал, что 66% всех этих льгот являются неэффективными. Ну, и то есть будут льготы сокращать. Вот почему политика нашего Минфина регионального идет в такой разрез с политикой, которая ведет в федеральный Минфин? Вот, честно, я здесь вижу вообще прямое лоббирование определенных интересов. Вот я хотела вас спросить, да, это лоббирование. Я вижу тут напрямую. Почему? Потому что у нас, если посмотреть, и субсидии. То есть у нас, тоже об этом я говорила, и когда выступал губернатор, идет, так скажем, поступление в одни руки. Одни и те же из года в год. Субсидии, налоговые преференции и никакого эффекта. Хотя нам говорят о том, что эффект есть, но эффект, он, наверное, должен отражаться, опять-таки, в конечном результате на жителях Кировской области. Но, однако, мы не видим эффекта в такой мере. Поэтому, ну и кроме того, наверное, какая-то должна быть справедливость, ну и равные возможности. Опять-таки, давайте раз у нас в одни и те же мы ворота бьем, 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 эффекта не получаем, то попробуем кому-то еще дать возможность себя реализовать. Но пока мы это не пробуем. Тот же средний не получается. Понятно. Давайте у нас 7 минут до конца эфира. Я предлагаю к другой уже теме перейти, обсудить историю, которая, ну, нашумела достаточно сильно. Это якобы планировавшаяся атака подросткам на одну из средних школ в Кировской области. Так вот, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин озвучил информацию, что с 1 января, возможно, в школах будет увеличен штат школьных психологов. Ну, вопрос, я так понимаю, что пока не решен, потому что упирается он в финансирование и будет пока обсуждаться. Так как вы считаете, увеличение штата школьных психологов будет ли способствовать тому, что такие ситуации и ей подобные мы сможем, ну, находить и пресекать на корню? Моё мнение, да, действительно, психолог может повлиять и выявить преждевременно такого рода, скажем, психологического нарушения. Но для того, чтобы обеспечить все школы, у нас возможность, то есть у нас преграда является не финансирование, а является то, что это должны быть специалисты, определенные, с высокой степенью, так скажем, себя показавшие, потому что это работа с детьми. Если это будет неэффективный психолог, то он может нанести еще больше вред нашим детям. Кроме того, мы сейчас знаем, что их нехватка, и я сомневаюсь, что мы сможем такими опытными психологами обеспечить все школы. Тут проблема-то в целом по образовательной системе, которая существует в настоящее время. То есть если раньше у нас был какой-либо индивидуальный подход, учителя имели возможность побеседовать где-то группами, где-то еще как-то выявить, домой приходили, ну, насколько вот, может быть, кто помнит, то сейчас такой возможности нет. Из школы просто ушел воспитательный процесс полностью. Ну, это переложили на плечи родители сейчас. Поэтому говорить сейчас о том, что в связи с тем, что появятся психологи, проблема будет решена? Нет, не решена. Поэтому... А есть ли понимание, сколько нужно этих психологов? Сколько там потребность? Нет данных? Я думаю, что такое... Я думаю, что мы не обеспечим. Возможности обеспечения таким количеством психологов точно у Кировской области нет. Смотрите, я хотела спросить про подростка, про этого. Он сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. С ним работают опытные сотрудники, в том числе психологи. Вот не слишком ли рьяно взялись, не знаю, там, силовики за, там, ребенка, которому, ну, там, не знаю, сколько, 15-16 лет, там, возраст не сообщается, поэтому мы так не можем пока говорить, сколько ему лет. Вот не нанесет ли это ущерб ему, его психике, его дальнейшей жизни? Ну, мы об этом сейчас судить не можем. Это в том числе должны в первую очередь работать психологи, опять-таки, неправоохранительные органы. Это все должно быть под контролем родителей, как это у нас предусмотрено законодательством, под контролем педагогов. Педагоги тоже должны понимать, что с ребенком неправильно. Может быть, где-то в семье, может быть, где-то в его окружении. Это все выявляется в период общения. Общения нет, соответственно, мы не можем такие случаи выявить. Сейчас какие-то делать выводы очень преждевременно, я считаю. Ну, вот смотрите, если мы будем в целом про страну говорить, то в последние годы вообще очень много дел было возбуждено как раз по противодействию экстремизму, в том числе за лайки, репосты в социальных сетях. Вот у меня вопрос, может ли подросток, которому 14, 15, 16 лет, вот если он к себе что-то на страницу копирует, вообще отдает ли он себе отчет и понимает ли, и осознает ли он вообще общественную опасность этого деяния, понимает ли он, что если вот то, что он там себе скопировал, произойдет, что это может нанести какой-то ущерб. Или у него вообще, может быть, у него в голове не складывается вот эта вот цепочка причинно-следственной связи, и он, может быть, не осознает до конца. Ну, видите, мы сейчас говорим о единичном случае, и я все-таки надеюсь, что это единичный случай. Я не перевожу это на массовое. В большинстве, ну и на себя проектируя, да, себя вспоминаю в 15-16 лет, я все-таки осознавала, что происходит вокруг, и что есть хорошо, а что есть плохо. Поэтому надеюсь, что, ну и кроме того, родители ведь, они никуда не делись, и работают, и воспитывают, например. Мне интересно, что мой ребенок выкладывает. И я, наверное, это посмотрю, тем более, что мы знаем все эти печальные истории про сайты «Голубой кит» и все прочее, да, когда, ну, там были печальные последствия. Поэтому, ну, наверное, вот опять мы возвращаемся к воспитательному процессу, к общению. Ну, кто это должен контролировать? Это больше родительское? Это должно быть совместно. Мы, вот нельзя переложить полностью на родителей. Почему? Потому что мы, когда направляем своих детей в школу, мы в том числе доверяем школе. И мы надеемся, что вот все, что мы вложили дома, наверное, в школе, как минимум, сохранится. Давайте к другой теме перейдем, потому что совсем немного времени у нас остается. Наши коллеги с портала «Свой Кировский» передают слова руководителя областной ГИБДД Александра Власова, который предложил создать региональный центр по профилактике детского травматизма на дорогах. Он приводит статистику, согласно которой в 2019 году число аварий на дорогах, где пострадали дети, выросло на 3%, а число погибших выросло в 2 раза, с 2 до 6, с 3 до 6 человек. Существующих мер, по его мнению, недостаточно. Он предлагает привлекать родителей, представителей образовательных учреждений, и вот создать этот самый образовательный центр. На ваш взгляд, родители, которые и так, мне кажется, уже нормальные родители всегда объяснят своему ребенку, как правильно переходить дорогу, не являются ли эти меры избыточными? Все, что касается безопасности наших детей, я не считаю, что это избыточно. Если это будет эффективно, самое главное, чтобы это было эффективно, тогда ничего в этом не вижу против какого-то сопротивления. Если этот центр будет создан, вы считаете, за чей счет он должен быть финансироваться? А вот как раз вот это уже нужно будет обсуждать. Надеюсь, что это все-таки не ляжет в очередной раз на плечи наших родителей. Ну, да, хотелось бы. Я предлагаю на этом закончить. У нас со временем молимо бежит. Это была программа «Особое мнение». Его сегодня высказывала депутат законодательного собрания Ольга Сыкчина. Я вас благодарю. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания.